Всем привет, друзья! Я сегодня в форме. Сегодня поговорим, как падать на льду, чтобы не было травм. Разные ситуации, досмотрите, обязательно останется в подсознании. Погнали! Итак, сегодня разберем 5 моментов, 5 частых ситуаций. Первое, это когда мы просто на катке катаемся, как падать по-безопасному. Второе, это когда мы летим в борт, что с этим делать. Третье, это когда нас подсекают сзади подножку. Четвертое, это когда мы летим навстречу, что с этим делать. И пятое, это когда возле борта боремся и нас сзади толкают, собственно говоря, как с этим быть. Не забывайте на массовом катании одеть защиту коленей, локтей, ну и перчаточки. Итак, когда мы на катке катаемся, свободное массовое катание. Самое страшное, это когда мы падаем спиной на попу, еще и голову назад задираем. То есть, эту ситуацию исключить. Стараться, если катаемся, то падать всегда вперед. Запнулись, где-то ямка во льду, то есть, всегда мы падаем вперед. Руки выставляем на коленки. Коленками и руками вперед, если идет падение. Так, если мы падаем вперед, разобрали, это самая частая ситуация. Если нас повело вбок, и мы падаем вбок, старайтесь корпус развернуть и тоже руки поставить. То есть, когда падаем, обязательно развернуться тоже, чтобы грудью и животом упасть ко льду. То есть, как кошка. То есть, не стоит падать вбок, когда мы просто вот здесь. Вы можете удариться головой об лед. То есть, старайтесь корпус грудь разворачивать при падении. С опытом это придет на автомате. Вот, то есть, если нас повело вбок куда-нибудь, обязательно раз. Перевернуться на живот, животом падаем. Следующая ситуация, чаще встречается она в хоккее, когда мы упали и летим в ограждение в борт. Старайтесь перевернуться и удар принимать именно коньками, ногами. Ни в коем случае не головой и не спиной. Перевернулись в падении и встретились с бортом коньками. Следующий момент. Когда уже без вариантов головой в борт летите, и это страшная травма, возможно, шеи проблемы, тогда уже руки вперед выставляем и удар на рюклик принимаем. Самый лучший вариант, когда летите в борт, ну, это подвластно только опытным хоккеистам, успеть встать и уже плечом борт принять. Ролик создан при поддержке наших трех основных партнеров. И первый это Альфа-банк, который предоставляет бесплатную карту с ежемесячным начислением 6%. Второй это Яндекс.Маркет, огромный выбор товаров по самым низким ценам. И третий это сервис страховки.ру, где вы можете найти по минимальной стоимости страховку для спортсмена ОСАГО или КАСКО. Ссылки с особыми условиями будут в описании. Переходите, сохраните себе в заметке, пригодится. Следующую ситуацию разберем, это когда взади делают подножку. Либо коньком, это может быть на массовом катании, либо в хоккее, там сзади нам подножку делают. Мы, получается, будем падать назад и перевернуться так же наперед. То есть старайтесь при любом раскладе, когда падаете, перевернуться на живот и падать животом, грудью вниз. Но если же все-таки падаете назад, группируйтесь подбородок вниз и руки перед собой. Не надо вот так вот падать. Держите обязательно голову, не запрокидывайте. Следующую ситуацию разберем опасную. Это когда мы на катке едем навстречу друг другу. Что делать и как с этим быть. В такой ситуации старайтесь максимально сбросить скорость перед столкновением. То есть, если вы будете влево уходить, возможно, и партнер тоже влево уйдет, и вы все равно тоже встретитесь. Наиболее безопасно, когда каждый из вас начнет тормозить. Удар будет менее опасным. Основные моменты, когда боретесь у борта, это страхуйте себя руками. То есть, упор должен быть вот здесь. Если руки внизу, при малейшем толчке, мы головой, шеей врезаемся в борт, что очень может быть опасно. Надеюсь, видео вам в будущем поможет. Учитесь правильно падать, безопасно. С вами была школа АСД и Москва. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok